На крышки люков наступать нельзя. Это может привести к трагедии. Глубина колодца может достигать и 20 метров. Если туда упадет человек, это может привести к летальному исходу. Только в Самаре за год в среднем воруют от 100 и до 300 крышек люков. РКС Самара ведет большую работу по предотвращению трагедий. На предприятии создали временные крышки, специальные замки, приспособления, которые не дадут провалиться в колодец. Но это полностью не может решить проблему. В местах, где есть высокая нагрузка, например, на проезжей части, крышки должны быть только чугунные. Вместо того, чтобы менять трубы, нам приходится восстанавливать крышки люков. Это и потерянные деньги, потому что люк стоит немалых денег. И это возможные жизни людей, которые впоследствии могут попасть в этот люк. И для нас это очень проблематично. Колодцы являются зоной повышенной опасности. Специалисты не рекомендуют наступать на них. Также размещать детские и спортивные площадки, парковать автомобили. Но главная проблема – колодцы, которые остаются без крышек из-за воровства. РКС Самара выступает с предложением на законодательном уровне запретить пунктам приема металлолома принимать крышки колодцев даже в разбитом виде. Не будет спроса – не станет воровства. Это не подорвет бизнес, но может сохранить чью-то жизнь. Когда ребенок упал или еще кто-то завалился в колодец, потому что начинаешь испытывать чувство вины и задавать себе вопросы. А что ты сделал для того, чтобы этого не происходило? Ответить не можешь, потому что ты заложник этой же ситуации. Сказать, что я закрыл эту крышку, а в это время у тебя своровали еще 10. Изменить законодательство раз и пункты приема обязать не принимать элементы ограждения, крышек, колодцев. И тогда задача будет решена. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.